Утром большинство клиентов обратились в банк для получения услуги от Госкомрегистра Республики – талона, позволяющего занять место в очереди на прием. Открыта предварительная запись в комитет, а бумага – своего рода документально назначенная встреча. Выбрать время и дату самостоятельно предлагалось каждому клиенту. Сегодня, придя на работу до 9 часов, мы у себя увидели, что достаточно большое количество клиентов, которые хотели воспользоваться данной услугой, находились возле отделения банка. В 9 часов, в 4 сотрудника, которым были предоставлены доступы, имели возможность обслуживать данных клиентов. Со стороны Госкомрегистра мы своевременно получили доступы, и с начала 10-го мы уже всех непосредственно клиентов, которые желали получить предварительный талон, были обслужены. Несколько клиентов банка признаются, процедура прошла гладко. Они добились желаемого и сэкономили время. Я подошла в сельский совет, взяла талончик, там была возможность выбрать время. Я выбрала время, ну и в общем-то мы с мужем сегодня будем вместе. Я лично благодарен, что вот здесь меня очень хорошо обслужили, и где вот земельный вопрос решили, сейчас остался домиком вопрос решить. Дай Бог всем на здоровье. Сегодня глава комитета выехал на места с проверкой, увидел работу банковских сотрудников, повеседовал с заявителями. Он отметил, система будет работать и дальше, без изменений. В 2017-м принципиальных поправок в учетно-регистрационной сфере не будет. Напоминаю, украинские документы признаны, замены их не требуется, ничего не происходит и в грядущем 2017-м году, ничего не заставляет людей это делать в силу закона, в силу императивных импульсов. Только если добровольное желание, но кое мы также обязаны удовлетворять. За такими талонами обращались не только в банки, но и в муниципальные администрации и сельсоветы. А те, кто не успел, может создать личный кабинет на сайте Крымского госкомрегистра по принципу электронного адреса и воспользоваться услугой в виртуальном режиме. Крымчане, которым талоны необходимы срочно, могут обратиться в окошко МФЦ и получить их в порядке живой очереди.